Сирийские суточные проплыли мимо моряков Сирийские суточные проплыли мимо моряков Участие в военных действиях на кораблях Отказывались считать командировкой и оплачивать 30. Газета «Коммерсант» номер 71 от 22 апреля 2019 года Строение 4 Как стало известно твердый знак Члены экипажей сразу трех кораблей Черноморского флота Потребовали выплатить им суточные за командировки в Сирию А после отказа подали коллективный иск в суд Офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей А моряки и контрактники по 200 тысяч рублей каждому Однако суд решил, что поход на корабле Согласно приказу Минобороны от 2011 года Не является командировкой Поэтому суточные морякам за участие в военных действиях в Сирии не положены Административный иск 27 моряков О невыплате им суточных за период нахождения в Сирии Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил в начале апреля Как рассказал твердый знак адвокат моряков Александр Федорченко Полные суточные для офицеров составляют 62 доллара А для рядового и сержантского состава – 43 доллара Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание Его доверители рассчитывали получить 18 долларов и 60 центов И 12 долларов и 90 центов за один день пребывания в зоне боевых действий Первым делом моряки обратились с рапортами к командованию своей части А после отказа – в гарнизонный военный суд Попросив его обязать ответчиков выплатить им средним 200-300 тысяч рублей По информации твердый знак, речь идет о членах экипажей трех военных кораблей Один из которых – морской тральщик Кавровец Построен на Средненевском судостроительном заводе в 1973 году В составе военно-морского флота с 1974 года Предназначен для разведывательного и контрольного траления Проводки за тралами кораблей и судов Прокладки фарватеров в минных полях Участие в минных постановках в дальней зоне от своих баз Носит название Кавровец с 1999 года Прежнее название – Курский консомолец Наводчик Полное водоизмещение – 873 Т Длина – 61 метр Ширина – 10,2 метра Осадка – 2,97 метра Скорость полного хода – 16,5 узла Автономность плавания – 10 суток Экипаж – 68 человек, в том числе 6 офицеров 8 мичманов Тральщик участвовал в охране советских промысловых судов в Атлантическом океане в районах рыбной ловли у побережья Западной Африки А также решал задачи противоминного обеспечения советского судоходства в Персидском заливе во время Ирона-Иракской войны Кавровец базируется в Севастополе в составе Крымской военно-морской базы Черноморского флота С февраля по май 2016 года осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии С января по май 2017 года выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море Как членов экипажа СБС Алтай признали ветеранами сирийской компании, но льготами не обеспечили Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ Так как в 2016-2018 годах выполняли специальные задачи на кораблях в Сирии В свою очередь, представители ответчиков, командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота В суде утверждали, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой А морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за выполнение задач Непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, которую им уже выплатили В итоге рассматривавший иск зам предсуда Константин Погеев пришел к выводу Что оплата командировочных расходов производится на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих утвержден приказом министра обороны РФ в 2011 году Пунктом 130 этого документа установлено, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей Участие административных истцов в указанные в заявлении периода в мероприятиях по выполнению специальных задач в дальней оперативной зоне не является командировкой Соответственно, у командировой исковой части не имелось оснований для издания приказов о направлении военнослужащих в периоды выполнения названных задач в служебной командировке А у финансового органа, для выплаты суточных, сказано в решении суда Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению Почему был отклонен иск специалиста, два года обслуживавшего военных в Сирии? Адвокат Федорченко рассказал твердый знак, что пункт 130 приказа министра обороны, по его мнению, нарушает принцип справедливости и равенства, который установлен Конституцией РФ Военнослужащие, которые фактически выполняют одни и те же задачи, находятся в неравных условиях Военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, они все получают суточные А моряки, которые тоже рискуют своей жизнью, нет, пояснил господин Федорченко По его словам, пункт приказа противоречит постановлению правительства РФ о денежных выплатах военнослужащим В котором подобных ограничений для моряков нет Александр Федорченко сообщил, что аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены Некоторые суды указывали, что корабль является территорией РФ, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является территорией РФ, эти выплаты получают, отметил адвокат Господин Федорченко добавил, что апелляция на решение суда первой инстанции уже готова и на следующей неделе будет направлена в Северокавказский окружной военный суд Вадим Никифоров, Симферополь, Николай Сергеев